Значит, это вообще случай довольно-таки неадекватный, очень адекватный, это в моей жизни. Я знаю такой второй случай. Видно, ситуативная ситуация была в плане чего. С учетом, что реальной породы я не видел, но со слов соседей, сестры, то есть это помесь бойцовской собаки дворовой. То есть, естественно, мы знаем, что уже данные собаки являются источником очень повышенной опасности. То есть их даже не особо рекомендуют содержать тем людям, которые не имеют возможности дать им нормальный дух. То есть если собака занимается со щенка, в постоянном нормальном контакте, то от собаки таких вот вещей нет. Другой вопрос, что владелица, женщина, будем говорить, потерпевшая, то есть она тоже является и возрасте, есть в ней отклонение возрастного плана. То есть я не отвечаю о возможности, что где-то, может быть, ситуация возникла и по ее вине в чем-то. Мы же не знаем, может тут где-то корм был собачий или она хотела забрать. То есть, опять же, сказать точную картину не могу, но такие вещи, конечно, не должны случаться, тем более с учетом того, что говорят соседи. Случай это не первый, то есть в отношении, видели ее с обмотной рукой, был укус ребенка, то есть к этой собаке она была давно уже присмотреться, скорее всего, и соседям, и самой хозяйке, и ее родственникам, в ее дальнейшем содержании. То есть им надо было элементарно вопрос решить по ее собаке. Вы как профессионал, что вы считаете? Я считаю, что должны быть вызваны специалисты. Ее в первую очередь надо проверить на предмет болезни бешенства, и однозначно ее надо усыпить. А есть в городе службы, которые этим занимаются? Кто должен это сделать? По крайней мере, экономическая служба этим не занимается, так как говорит про это вся Украина, есть вопросы коммунального плана. То есть это должно коммунальное управление, коммунальное хозяйство? Да, это борьба и с бродящими собаками, это то же самое, такие вещи, это все чисто коммунальные, работники милиции не имеют права заниматься этим вещами, тем более стрелять и так далее.